Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Интересная штука жизнь. Вроде бы это явление индивидуальное, но в то же время мы с вами составляем общество и есть люди, которые вроде как должны заботиться об этом обществе, об этом народе, чтобы он процветал, чтобы жил хорошо, развивался, был сильным, успешным. Ну и в то же время в этом народе существуют интересные, конечно, явления, которые дошли до нас с очень отдаленных пор, когда люди избирали себе вождя по его личным качествам, избирали для того, чтобы он их вел к здоровью, процветанию, благоденствию. Ну вот и сейчас как раз вот все это вылилось в то, что имеется у нас правительство, имеется разного рода министерства, в том числе там здравоохранение, огромное количество врачей, там профессоров, которые должны следить за, вроде как следить. Такой, знаете, я поймал себя на мысли, вроде они должны следить за твоим здоровьем, а не ты должен это следить. Но, тем не менее, как-то принято так считаться, что вот они должны, значит, следить. И есть люди, которые это как-то буквально восприняли. Да, надо следить, надо делать. Но есть люди, которые, ну, как говорится, на любом направлении, на любом деле, на любом роде деятельности, можно построить свое благосостояние. И вот я сейчас хочу вам показать доклад о том, как заботиться о здоровье народа российского. Ну, а вы сделайте выводы сами. Ну, казалось бы, название доклада «Основная стратегия национального приоритета – сбережение народа России, взгляд врача». Казалось бы, да, у нас народное образование. Вдруг выходит, вот, доктор наук, медицинских имеется в виду, и о чем-то сейчас будет говорить. Минуточку, сейчас объясню, почему я имею на это моральное право, как мне кажется. Ну, во-первых, я в медицине с санитара до замглава врача по лечебной работе. В науке я с первых студенческих своих дней обучения в альмаматор военно-медицинской академии дошел до доктора наук. И более того, я могу сегодня говорить коллеге, всем присутствующим, потому что 10 лет я преподавал в медицинском институте. А посему я прекрасно понимаю, что действительно народное образование нужно и необходимо. Но здесь возникает два вопроса. Вопрос первый – кого мы будем учить? Почему стоит вопрос – кого? Где то количество, которое мы наберем детей? И вопрос номер второй – это качество обучения. То есть, как мы будем учить? Мы будем учить здоровых или больных детей? Вот на этом и основан мой доклад и то, что я вам сейчас представлю. Сегодня у меня получится короткое выступление, тема всеобъемлющая. И поэтому я буду больше представлять факты и меньше давать комментарий, только иногда ставить вопросы, чтобы у вас собственно сформировалось впечатление. Будьте добры, пожалуйста, в следующий слайд. Вот смотрите, в январе 2023 года человек, который исполняет обязанности министра здравоохранения Российской Федерации, выступает на конкрессе по репродуктологии и говорит о том, что у нас существуют действительно процессы, связанные со снижением фертильности и действительно есть проблемы репродуктологии. И дальше идет одержимость, это сатанинская, что надо усиливать вакцинацию. Ну как уж без нее. Ну уж если на этом уровне заговорили о том, что у нас есть проблемы в репродуктологии, ну значит действительно мы находимся в катастрофе. Потому что репродуктология это возможность родителей иметь детей. То есть это стоит вопрос о демографии. А где демография, это уже национальная безопасность. То есть уже на этом уровне поднимаются вопросы национальной безопасности. Понимают или не понимают, это вопрос второй. Ну и так для сравнения, чтобы вы вот просто суть понимали. Значит у нас коэффициент фертильности составляет полтора. Мы вымираем. Россия вымирает. Это факт. А в Зимбабве 3,6. То есть за свой период жизни, который вот отпущен, женщине она успевает родить больше трех детей. И вот здесь вот те вопросы, которые я оставил. Кого будем учить? Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня приводились данные. Ну когда вербально приводятся данные, это одно. И совсем другое, когда ты видишь визуальную картинку. И посмотрите, пожалуйста, что творится. Синяя линия, это рождаемость. И даже несмотря на то, что мы присоединяем Крым с 15-го года, наша рождаемость идет вниз. И идет стремительно вниз. А теперь обратите внимание, пожалуйста, на оранжевую линию. Это так называемая смертность. И скажите, пожалуйста, у меня одного или у вас тоже появляется все-таки определенное впечатление, что рост смертности выраженный в 21-м году. Именно в то время, когда были максимальные ограничения различные санитарные, максимальное навязывание использования экспериментальных препаратов с недопуском до работы и т.д. и т.п. То есть то, что нам преподносили ВОЗ и их пособники. Следующий слайд, пожалуйста. Опять некоторые моменты. Это факты. Обратите внимание, с мая 2020 года человек, исполняющий обязанности министра здравоохранения, находится в исполнительном директорате коммерческой организации, которая именуется Всемирной организацией здравоохранения. Это та организация, которая фактически существует и пропагандирует интересы больших фармгигантов. Это та организация, которая сейчас приняла так называемую МКБ-11, в которой вот эти все перверсии различные из разряда психиатрии переводятся уже, понимаешь ли, в некоторые отклонения. Это там, где идет жесточайшая пропаганда тех ценностей, которые нам противоречат, которые никогда не принимались у нас в России. И этот человек находится там, и эти интересы нам сюда идут. Это именно та организация, следующий слайд, пожалуйста, которая вводила все эти жесточайшие ограничения, которая запрещала использовать и учитывать достояние нашей национальной медицины. Когда медики у нас в России говорили о том, что нельзя так делать, нельзя так поступать. Нет, мы под копирку выполняли все те рекомендации, которые нам присылали. А сейчас это Гибресиус, это тот человек, которого переизбрали. Я сейчас даже не буду останавливаться на этой личности. О чем они говорят? А вот, понимаете ли, ошибка. Они ошибку сделали, что заставляли вакцинироваться, призывать вот к вакцинации. Но они не признают о том, что категорично глупость была о том, чтобы носить маски здоровым людям, там ограничения и т.д. и т.п. Но посмотрите, пожалуйста, адепты же ведь вот этих методик, они существуют и до сих пор. Вы сюда входили. Вы обратили внимание? Здоровые люди находятся опять в масках. Это о чем говорит? У нас действительно свой путь. Мы действительно не потеряли свои национальные особенности и интересы. Мы действительно хотим, чтобы у нас росло количество населения и чтобы мы потом достойно воспитывали смену. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну давайте все-таки вернемся к фактам. Я специально ставлю здесь вот картинки из газет, чтобы они говорили, что распространяет фейковую информацию, потому что есть коллеги, которые прошли через эти испытания, несколько месяцев их мурыжили за то, что они якобы рассказывают недостоверную информацию. Смотрите, это российские газеты, это «Известия» публикуют о том, это 22-й год, 23-й год. Нет медсестер, нет врачей, не хватает. Что происходит? А вы знаете, что если нет медсестры, то и врачу делать нечего. Кто будет выполнять назначение? А что значит нет врача? Это значит нет акушера, нет гинеколога, который сможет принять роды для того, чтобы появился новый человек на свет. Понимаете? Дальше пойдем смотреть. Следующий слайд будет. И это выборка по всей России. Кузбасс, Удмуртия, Крым, Татарстан. Пишут все об одном и том же. Это местные газеты. Это не мои взгляды. Они пишут все об одном и том же. Сокращаются у нас роддома. И самое главное, пишут, что это не только у нас в области, это по всей России. Понимаете, что получается? Мы говорим одно о том, что нам надо повышать рождаемость. Мы говорим о том, что падает репродуктология, фертильность у нас падает. Но в то же время сокращаем роддома, сокращаем врачей и медсестер. Следующий слайд, пожалуйста. Мы действительно стоим на пороге демографического кризиса. Об этом пишут не только уже медики говорят, это понятно, но уже и пишут просто журналисты, которые чуть-чуть начинают вникать в здоровье. И видите, что пишут? Это 22-й год. А понимаешь ли, почему у нас рождаемость упала? А потому что это последствия вакцинации. Господи, опять мы подходим к этой вакцинации. Кстати, по поводу различных национальных календарей. Вот, например, есть препараты, которые насаждают и заставляют некоторых врачей делать. В частности, как гордоксил, например. Он якобы от папиломиевируса. Значит, их разновидностей 90. Препарат отвечает только там за 6 особо. В инструкции к препарату написано. Я-то из инструкции беру. О том, что если есть беременность, значит, ее прекращаем. То есть, у нас не надо делать этот препарат во время беременности. А если в инструкции, как он влияет на фертильность. А кто-нибудь видел исследование научное о том, какие последствия после этого гордоксила. И вот то поколение 10 лет тому назад, когда его направо-налево делали. А не являются ли они сейчас проблемой того, что не могут иметь детей. А дальше мы начинаем включать целые циклы для того, чтобы восстанавливать. Следующий слайд, пожалуйста. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Коллеги, специально статистика по Санкт-Петербургу. Петростат. Прошу обратить внимание. 21 год. Сколько регистрируются заболеваний и с чем они связаны? На первом месте, как это неудивительно, оказывается, что они связаны с аномалией по развитию. Генетические вещи в группе от нуля до 9 лет. Значит, докладываю вам, что диагноз аутизм, как правило, остается 36-48 месяцев. То есть, это как раз в этой группе. Вот она, генетика идет. А с чем она вдруг связана, эта генетика? А не связана ли она с тем массивным национальным календарем прививок, который делается направо-налево? Следующий момент. Посмотрите, кто стоит по выявленной, первично выявленной патологии. А это нарушение вегетативной нервной системы от 9 до 17 лет. Следующий. А это что? А это цифровизация в школе. И вот здесь вот уже понеслись плоды. Дети не выдерживают. Это к вопросу, а там как лечить? Следующий слайд, пожалуйста. Добавим минуту. Проходим дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Я хочу остановиться на документе, который подписал этот человек в конце декабря 2021 года. Когда я говорю на каждом своем выступлении среди профилактического и преподавательского состава и докторов, я спрашиваю, скажите мне, обоснуйте мне, пожалуйста, почему назначаются эти препараты. В первый год своей жизни ребенок получает 17 различных инъекций. 17. Это фактически каждые три недели ему вводится какой-то укол. И этот укол носит от 1 до 3-4 патогенов. И знаете, когда делается первый? В первые сутки после рождения ребенка. И вводится ему так называемая вакцина рекомбинатная от гепатита B. Рекомбинатная, это генно-модифицированная. Если возвернуться к предыдущему слайду, так не связаны ли вот эти генетические патологии, которые вылезли у нас от 0 до 9, именно с этим? Следующий слайд. Пойдемте дальше. Европейцы говорят о том, что падает рождаемость. Директор ШРТ заявляет о том, что мы не знаем, что с этими препаратами и как они работают. Наш ответ знаете какой? На, получай. 15 апреля мы регистрируем очередную вакцину от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Изумительнейший адекватный ответ. Следующий слайд, пожалуйста. Низ Викторович, заканчиваем, пожалуйста. Заканчиваем, так точно. А 7 апреля докладывают о том, что никогда россияне не были так удовлетворены оказанием медицинской помощи. То есть, оказывается, наше удовлетворение наступает от того, что по несколько часов ждут скорую помощь, не хватает врачей, сокращаются роддома. И мы этим удовлетворены. Следующий слайд. У всех, наверное, сидящих здесь в зале возникало одно чувство. Не совпадение с тем, что слышите, с тем, что происходит. Это называется когнитивный диссонанс. Поймите, мы не сможем без адекватного, грамотного, профессионального руководства человека, который страдает, переживает за свою страну, изменить ситуацию в демографии. Поэтому я всем нам желаю здесь не только физического здоровья, последний слайд, но и психического. И разрешите мне в завершении процитировать слова одного из авторов медиков. Он их вложил в уста своего героя. Я чуть модифицировал. Поверьте, ваш форум еще принесет вам сюрприз. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.